МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Очередной торговый центр в Барнауле. Если на месте будущего торгового центра нашел десяточку, то обязательно прибыльное будет место. Что появится на огромном участке земли на Паузском тракте? Медведи наступают! Пачка доширака легко помещается в следы. Когти могут убедить. Почему косолапые все чаще выходят к людям? Школьники-инвалиды и квоты на дистанционное обучение. Равны ли эти цифры? Когда я вижу само обращение ко мне, как на меня давят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова торговый центр. В Барнауле на аукцион выставлен крупный земельный участок, предназначенный для коммерческой застройки. Если арендатор найдется, то мы увидим, возможно, ну не знаю, хорошо ли это, самый гигантский торговый комплекс в Барнауле. Андрей Дреер побывал на месте. Возможно, кто-то город Барнаул по этому параметру точно решил сделать рекордсменом. Потому что здесь, на этой земле, где я сейчас нахожусь, возможно, скоро появится новый торговый центр. И сейчас здесь перекресток направления. Я в Бахилах. А может быть, через какие-то несколько лет уеду отсюда в новеньких кроссовках. Это участок на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. По кадастровой карте его площадь почти 25 гектаров. Это в два раза больше, чем территория по соседству с двумя объектами – ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен». Эксперт в сфере недвижимости Олег Гильгенберг считает, что аренду такой земли потянет, вероятно, только федеральная компания. Еще меньше, по его словам, брендов, которые могут заставить клиентов ехать на край города. Для такой компании, как Икея, это было бы логично. То есть к ним со всей округи, с деревень люди специально едут, и городские жители поедут. А строить торговый центр, который рассчитан именно на жителей, которые живут по соседству, которые просто приедут за покупками, просто отдохнуть с ребятишками, ну, сложно что-то такое придумать, чем людей можно было бы завлечь. По словам Олега, теперь в торгово-развлекательных центрах упор делается на слово «развлекательный» и либо в новом моле появится что-либо для барнаульцев совершенно новое, либо он не выдержит простой конкуренции за покупателя. Так говорили и про действующие торговые центры, когда около месяца назад стали появляться сообщения об уходе Ашана с барнаульского рынка. Ритейлеры, как правило, себе предусматривают возможность расторгнуть договор, предупредив арендодателя за 60 календарных дней, ну, как правило, это так, по причине экономической нецелесообразности. Сейчас по запросу торговый центр «Справочник» выдают 154 адреса в пределах города. Не все из них процветают, но застройка в районе Павловского тракта в ближайшие годы не пойдет на спад. На экономике торгово-развлекательных гигантов индустриального района это должно сказаться благоприятно. Аукцион, на котором решится судьба нового участка, состоится уже 19 сентября. Если здесь и появится торговый центр, наша просьба увенчать его, пожалуйста, шпилем, чтобы торговый центр уже окончательно не как явление, а как архитектурное сооружение стал символом города Барнаула. Андрей Дрилер, Николай Шелкодень с толком. А вот другой символ краевой столицы, Бурый Мишка, видимо, решил, что его забыли и напоминает о себе. Медвежьи лапы обнаружили рыбаки недалеко от Барнаула. Возможно, медведи пришли к нам с Красноярска, спасаясь от пожаров. Так ли это, расскажет Валентина Аскерова. Пачка доширака легко помещается в следы. От когти вон, медведь, наверное. Не успел Андрей Громов достать удочки, как наткнулся на рисунке на песке в паре километров от поселка Калманского района. Рандеву самим Мишкой удалось избежать, но от огромной лапы сердце немного ёкнуло. А это точно, как вы думаете, наши алтайские или из Красноярского края? Нет, это пришли откуда-то издалека, да. Видимо, это всё от пожаров. Почему так думаете? Ну, были же года тоже пожары. Заходило к нам только на границу Алтайского края, не так близко к Барнаулу. Заходили в предыдущие года. Ну, в этот год прям серьёзно что-то. Андрей уверен, идёт активная миграция диких животных на Алтай после красноярских пожаров этим летом. Люди видят не только следы, но и самих медведей. Эту семью засняли пару дней назад, в 30 километрах от Новосибирска. В региональной Минприроды такие вылазки миграцией назвать не спешат. Люди видят в Калманском районе, в Калистратихе. Я вам страшную тайну открою. Это было и в прошлом году, и в Косихе, и в Первомайском районе, и в Троицком районе, да, выхода есть, ну, размножается, ищет новые территории. То есть это наши алтайские мишки, правильно? Это совершенно верно, алтайские точно мишки. По одной из версий, больше медведей показывается людям, потому что набирают массу перед спячкой. Стало ли их больше на Алтае, сотрудники ведомства скажут лишь весной. Поэтому пока специалисты советуют не бояться медвежьего нашествия. Но на всякий случай, собирая в лесу грибы, не забывайте, что за деревом может прятаться косолапый мишка. Если вы так будете себя вести, то медведь точно к вам не выйдет. Он очень сильно боится шума. Ну, а если вы все-таки повстречались с ним лоб-лоб, то не кричите, не шумите и не двигайтесь. И самое главное, не убегайте. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Ну, вот такой совет от нашего корреспондента. Будем надеяться, применить на практике это не придется. Переходим к другой теме. Барнаульскому девятикласснику отказали в учебе в дистанционном центре образования детей-инвалидов. Подросток учился там последние три года, учился хорошо. Почему отказали? Где теперь ребенку получать образование? Выясняли наш корреспондент. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного поддержанного отношения к инвалидам. Это лишь отрывок из видео с речью президента страны Владимира Путина. Наталья настояла на том, чтобы нашу беседу начать с нее. Сыну женщины, подростку с редким генетическим заболеванием, Александру Лощинину, отказали в дальнейшей учебе в дистанционном центре образования для детей-инвалидов. Причина нет мест. К тому же у юноши несколько троек в табеле за прошлый год. Наталья с такими аргументами согласиться не смогла. Я не хотела поднимать войны или что-то, но когда я вижу само обращение ко мне, как на меня давят, чтобы я не билась за эту школу, чтобы я ребенка просто посадила дома, это унизительно. Намекают на то, что он не сдаст ЕГЭ, хотя по закону он и не должен сдавать ЕГЭ. О высшей школе в их семье пока речи не идет, а вот без среднего образования и общения с педагогами Александр, который из дома практически не выходит, он привязан к этим медицинским аппаратам, просто замкнется в себе. Кстати, единственный в крае дистанционный центр для обучения детей-инвалидов отказал нынче не только Саше. Юрий Рыжков из БИИСКа с диагнозом ДЦП оказался в такой же ситуации. В центре он учился с третьего класса. Как мы сегодня выяснили, попасть в 10 класс удалось нынче лишь 11 из 39-классников центра. Именно столько бюджетных мест выделено в этом году. И большее количество учащихся здесь просто не в состоянии принять. Как нам сообщили в центре, кроме Саши Лощинина, все дети будут продолжать учебу, правда в разных заведениях, куда пристроить ребенка родители искали сами. К примеру, Юра Рыжков будет учиться в Новосибирском колледже. У нашей героини Натальи информация другая. Говорит, что места для дальнейшей учебы не нашли многие. Она между тем продолжает бороться. В Министерстве образования края, куда на днях обратилась женщина, ей пообещали, что Саша будет учиться. Правда, после того, как в краевом дистанционном центре проведут так называемую корректировку. Просто в сентябре сейчас у нас проходит уже последний этап зачисления. И есть те родители, которые передумали, решили, что ребенку лучше будет обучаться в образовательной организации по месту жительства. Есть родители, которые не в полном объеме предоставили пакет документов. И поэтому вот такие дети у нас и выбывают, а дети на вакантные места зачисляются. Саша начнет учиться с 23 сентября. Проблема, казалось бы, решена. И в Министерстве образования говорят, что такая возникла впервые. Возможно, с ее учетом пересмотрят государственную норму дистанционного центра. А это обучение в течение года. Всего 180 школьников с 1 по 11 класс со всего края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Надеемся, в будущем у мальчика не будет таких проблем, и он успешно закончит школу. Другим ученикам, посетителям музея имени Германа Титова, теперь можно передвигаться со скоростью света и приземляться на все известные планеты. В этом убедились жители и гости села Полковниково. Сегодня там отметили день рождения Германа Титова. Жесть. Жесть, да, это реальная жизнь. Прикольно. Женя со скоростью света летит в черную дыру. Школьник из села Полковниково передвигается с одной галактики на другую. Приземляется на Марс и Солнце. В его очках точная копия Вселенной, собранная в снимках телескопа Хаббл. Тренажер используют в авиационных училищах, по нему изучают астрономию и физику. Теперь же путешествовать по космосу будут земляки Германа Титова и гости края. Многие дрожали, когда сидел. Боялся, что упаду куда-нибудь. Можно ли считать, сколько там вообще всех этих объектов, галактик? Вообще, я даже представить не могу. Как они это сделали, я вообще без понятия. Но тут, мне кажется, триллионы их. И все они реальные. Анатолий Арцебарский все это видел своими глазами в открытом космосе. Герой Советского Союза, сегодня главный гость Полковникова. В музее у стенда с космической едой летчик-космонавт ностальгирует. Говорит, самым вкусным на борту всегда считал творожок с орехами. Расскажите, какой на вкус космический борщ? Он очень, на самом деле, на земле сваренный вкусный борщ. Потом из него воду выборили и запаяли в единичном пакете. И туда только надо налить было, я до сих пор помню, 200 мл воды и оставить на 10 минут. И через 10 минут можно кушать настоящий борщ. Мне казалось, что он даже маминым борщом. Ну, просто напоминает мамин борщ. Сегодня Германа Титова исполнилось бы 84 года. Анатолий Арцебарский раньше лично поздравлял Титова с днем рождения. Сейчас Арцебарский может лишь приехать в Полковниково в дань памяти. Космонавт вспоминает, Титов был не только мудрым руководителем, но и хорошим другом. У меня, например, когда родилась дочка, которую 20 лет ждал, то он со своей кломбой сорвал цветы, вот так прям с грядки, прям возле своего дома, и передал моей жене. Она родилась 24 августа, а Герман Степанович ушел, вы знаете, 20 сентября. Так вот, цветы, которые он подарил, уже его не было. Они 40 дней стояли у нас в вазе и живы. Повторить подвиг своего знаменитого земляка или хотя бы стать летчиком – теперь мечта многих школьников Полковникова. После того, как в музее Титова появилось окно в миллионы галактик, это желание может вырасти в миллионы раз. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а через несколько дней свой профессиональный праздник отметят работники одной из самых значимых и обширных отраслей лесного хозяйства. Накануне на многих лесных предприятиях выбирали лучших представителей профессии. Так, лучшим главным экономистом стал работник Новичихинского лесхоза. О том, как связаны сухие цифры и живое лесное хозяйство, расскажет Илья Кочетков. Уже 22 года Александр Быков в лесном хозяйстве. Он не заготавливает древесину, не высаживает деревья и не работает на пилораме. Его стихия – цифры. Даже к самым скучным, на взгляд постороннего расчетам, подходит с душой и превращает их в увлекательное исследование. Составляет финансовые планы и отслеживает, насколько различные подразделения воплощают их в жизнь. Анализируя эти цифры, мы смотрим, где у нас идут перерасходы, где у нас идет экономия. Если идет перерасход, мы ищем причину. Но где экономия, там мы уже смотрим, где мы сэкономили тут деньги. Значит, надо пересмотреть нам что-то, чтобы добавить людям, может быть, немножко зарплаты, либо что-то еще сделать. С таким контролем и тщательным планированием производительность выросла на 3%. Себестоимость снизилась на 1%, но главное – заработная плата выросла на 13%. Александр Борисович уверен, успешный экономист всегда помнит, что стоит за сухими цифрами, выкладками, графиками. За этими цифрами стоит весь наш труд. Это люди, это ценность наша, самый главный лес, это наши материальные ресурсы. Александру Быкову будто недостаточно полного дня за рабочим столом. Уже несколько лет он общественник. При его участии появилось 4 школьных лесничества, где дети учатся определять возраст деревьев и выбирать правильные деревья для рубки. А также получают основы экологических знаний, чтобы не только пользоваться лесом. Фотографировала и замечала разные интересные растения, которые я лично никогда не видела, например, в нашем лесу. Насекомых очень интересных, которые и на цветах, где-то пчелы, там разные насекомые. Птиц разглядывали, смотрели. Александр Быков говорит, пусть не все его ученики пойдут, когда вырастут в лесники. Зато о природе будут знать чуть больше остальных, а значит беречь ее. И это, считает он, самая экономически выгодная инвестиция. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд в погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи. Спасибо. Спасибо.